По следам всемогущих. Звезды над Африкой. Эрих фон Деникен расскажет вам сегодня об открытии Зимбабве, о сторожевой башне без сторожей, об Акрополе в Африке, о золоте для царя Соломона, о невидимой звезде, о посланиях из Вселенной. В 1868 году немец Адам Рендерс, торговец слоновой костью и искатель приключений, заблудился в густых южноафриканских зарослях. Ножом он пробивал себе путь через тропическую чищобу, чтобы найти дорогу к людям. И вдруг оказался перед каменной стеной 10-метровой высоты. А где есть стены, там обычно живут люди. Рендерс пошел вдоль стены, но вскоре заметил, что движется по кругу. Три года спустя, Адам Рендерс привел к руинам в дремучем африканском лесу немецкого геолога Карла Мауха. Маух составил план руин, вернулся в Германию и приписал себе открытие Зимбабве. Маух предложил версию, согласно которой вокруг Зимбабве когда-то находилась сказочная страна Офир, откуда царю Соломону доставляли золото и драгоценные камни. Это было только одним из многочисленных толкований, при помощи которых пытались разгадать загадку Зимбабве. Что же касается Адама Рендерса, первооткрывателя, то руины его уже больше не отпустили. Он оставался там до самой своей смерти. До настоящего времени тайный руин Зимбабве покрытым раком, в котором процветают романтические домыслы. Археолог Марсель Брайон собрал все толкования Зимбабве воедино и пришел к заключению, что они являются ничем иным, как домыслами. А между тем, целое государство даже назвало себя по имени руин. Как вы знаете, бывшая Родезия называется теперь Зимбабве. Заросли вокруг руин вырублены, издали видны скалы, а несколько ниже, в долине, каменная стена яйцевидной формы. Приближаясь к ней, то тут, то там, между кустиками растений и молодыми пальмами, наталкиваешься на остатки руин. И, наконец, стоишь перед громадой крепостного вала 100-метровой длины. Вал имеет форму эллипса и окружает площадь, равную 20 тысячам квадратных метров, то есть площадь, которая соответствует величине примерно двух футбольных полей. Этот эллипс сегодня называют царской резиденцией. Наименование довольно абсурдное, потому что внутри эллипса не обнаружено ничего, абсолютно ничего, что могло бы указывать на царя. Нет ни одного письменного свидетельства, ни единой статуи, ни бюстов, ни остатков ремесленных изделий, и, естественно, ни саркофагов, ни могил. Каменная стена, окружающая эту царскую резиденцию, имеет высоту 10 метров, а ширина ее основания составляет в среднем 4,5 метра. Строительный раствор не применялся нигде. Довольно толстый крепостной вал потянул бы на весах примерно 100 тысяч тонн. Первым об этих руинах написал в 15-м столетии португальский летописец Хуао де Борос. Тогда он отметил, туземцы называют эти сооружения Зимбабве. Никто не знает, кем и когда они были построены, потому что жители страны не могут писать, и у них нет исторических сказаний. Однако жители утверждают, что эти сооружения являются делом рук дьявола, так как им самим в силу их собственных способностей представляется невозможным, чтобы это было творением рук человека. В настоящее время однозначно установлено, что все это было построено черным населением. Правда, тому нет никаких письменных доказательств, но тем не менее, есть устные. Зимбабве на языке шона примерно означает «дом, достойный уважения». Под этим можно себе представить что-то почитаемое из сферы религии. К тому же, форма руин Зимбабве не единственная в своем роде. Между теперешним Зимбабве и портом Зофала в Мозамбике имеется около сотни руин, которые по размерам значительно скромнее, чем руины Зимбабве, но имеют такую же структуру. Прежде империя Зимбабве простиралась до Индийского океана. Возможно, неизвестные цари экспортировали золото, чтобы за него получить у арабов другие товары. Так, в Зимбабве найдены китайский шоу, китайские гончарные изделия, а также арабские платки, браслеты, отдельные предметы украшений из Индии. Все это позволило предположению, что когда-то здесь проходил торговый путь превратиться в уверенность. С одной стороны, все ясно. С другой, все же что-то не так. Внутри большого эллипса есть меньшие эллипсы, потом круги и стеночек. И, наконец, стена, проходящая параллельно большому валу. Таким образом, между обеими стенами образуется узкий проход, своего рода ущелье между камнями, ведущее в никуда. Сооруженная стена кажется бессмысленной, так как, описав половину дуге, она отделяется от главной стены и теряется в небольшом повороте. Нигде не видно ни входа, ни лестницы. В нижней части эллипса стоит башня шириной метров шесть. Башня производит впечатление мощи. Она достигает десятиметровой высоты и кверху сужается. Эта башня, как ранее предполагали, должна быть была сторожевой. Предположение оказалось ошибочным. За окрестностями можно было бы так же хорошо наблюдать и с эллиптической стены, или еще лучше, с близлежащих каменных утесов, которые сегодня называют Акрополем. В эту башню нет входа, в ней нет лестниц, по которым посетитель мог бы подняться на реку. Башня не имеет ни окон, ничего либо другого, что могло бы ее характеризовать как сторожевую башню. Вдобавок ко всему, она стоит внутри стены. Английский археолог госпожа Кэттен Томпсон, которая в 1929 году руководила раскопками, предполагала, что под башней захоронение. Естественно, она дала указание копать. Но ничего обнаружено не было. Башня не имеет никакого понятного для нас смысла. Она просто безмолвно стоит в окружении остатков каменного сооружения. А вне главного эллипса простирается менее впечатляющее поле руин, его называют Долина Руин. Но никакой долины здесь нет и в помине. Груды камней и маленькие стены разбросаны на той же самой равнине, на которой сооружен большой эллипс. А между камнями пробивается обильная яркая растительность. Над всем этим возвышается третий комплекс, расположенный на растрескавшейся скалистой горе. Я не могу понять, кому пришла в голову идея назвать все это Акрополем. Здесь, наверху, имеющиеся природные условия использованы самым хитроумным образом. Где в скалах были проемы, их заложили стенами. Самая толстая из этих стен, образующих внешний вал, достигает высоту 7,5 метров, а ее ширина у основания равна 6 метрам 70 сантиметров. Этот участок Зимбабве можно было бы легко защищать в том случае, если Зимбабве вообще когда-либо было крепостью. Здесь, наверху, археологи нашли небольшие золотые браслеты, бусы и даже 8 птиц из содержащего золота камня. Их называют птицы Зимбабве. Из-за них ландшафт руин становится еще более загадочным. Высота птиц 13 сантиметров. Когда-то они, наверное, возвышались на колоннах. Некоторые из каменных глыб этого Акрополя явно были обработаны руками человека. Мне известна подобная обработка в Перу. Но для чего же все-таки каменная крепость? Теперь мы знаем, что в рудниках вокруг Зимбабве имелось золото. Согласно сегодняшним подсчетам, во времена расцвета государства, что находилось там, где сейчас Зимбабве, ежегодно добывалось до 6 тысяч тонн золота. В настоящее же время добыча золота в Зимбабве составляет 16 тонн в год. Для охраны золота укрепление между природными скалами на господствующей высоте могло бы иметь смысл. Предположительно, то, что сегодня называется Акрополь, было своего рода гарнизоном, где жили солдаты. С господствующей высоты можно было просматривать всю равнину, и транспорты с золотом были в безопасности, как у Христа за пазухой. Но для чего же нужна была эллиптическая стена? Оттуда не было ни кругового обзора, вообще ничего, что нужно защитникам во все времена. Не было ни бойниц, ни даже амбразур для лучников. И на стены эллипсов нельзя было подняться. Нет ни ступеней, ведущих вверх, ни выступов в стенах, по которым можно было бы взобраться. Большой эллипс в качестве оборонительного сооружения вообще не пригоден. Единственный вход внутрь эллипса даже не был укреплен. Эллипс, как оборонительное сооружение, был излишним уже потому, что над ним на округлой вершине скалы стояла действительно неприступная крепость. Для чего же, скажите, на милость африканские жители перетащили сюда сотни тысяч тонн камней, раздробили их и возвели это бессмысленное сооружение. Меня никогда не оставляли мысли об этой нелепой башне и проходящей рядом стене. Только когда я начертил план Зимбабве, мне бросилась в глаза своеобразная параллель. Это уже другая история, но очень схожая с первой. Северо-западнее Зимбабве находится республика Мали, а там живет древнее племя негров-дагонов. Это племя очень основательно изучалось с точки зрения этнологии. Особое внимание неграм-дагонам уделяли французские ученые. Этнологи вскоре выяснили, что каждые 50 лет это племя отмечало совершенно специфический и пышный праздник. Называли его праздник Зигуи. Зигуи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но почему только каждые 50 лет? Ведь были люди племени, которые не доживали до 50 лет, и таким образом никогда в жизни не попадали на праздник Зигуи. Негры объяснили этнологам, что причина 50-летнего цикла совершенно особая. Каждые 50 лет, так они говорили, невидимая звезда проходит ту яркую звезду, там, наверху, и они указывали на наш Сириус. Конечно, у негров Сириус называется по-другому. Это озадачило этнологов. Если орбита невидимой звезды была причиной для празднования раз в 50 лет, то откуда же негры могли вообще знать, что эта невидимая звезда существует? Но негры показали этнологам наскальные рисунки. Там был начерчен эллипс, а в нижнем конце эллипса была небольшая точка. Негры объяснили, что точка означает именно эту невидимую звезду там наверху. А сам эллипс показывает орбиту вокруг этой невидимой звезды. В эллипсе негры отметили еще несколько пунктов, знаками, которые выглядели как подковы лошадей. Негры объяснили, что один из них — это планета Сапожник, а под другим знаком символически подразумевается планета Женщин. Кроме того, негры Дагоны объяснили этнологам, что эта невидимая звезда там наверху совсем крошечная. Они сравнили ее с самым маленьким зернышком растущих в их регионе злаков. Несмотря на свои крошечные размеры, невидимая звезда якобы очень-очень тяжелая. А все свои знания, как утверждали Дагоны, они получили от бога-творца, которого звали Номмо. Сам по себе это очень своеобразная история. И над ней надо как следует подумать. Негритянское племя каждые 50 лет отмечает праздник в честь предполагаемой звезды, которая якобы вращается вокруг нашего Сириуса. Но в действительности эту звезду негры не видели. Есть ли она вообще? В 1834 году астроном Бессель открыл, что собственные движения Сириуса были неправильны. Сириус двигался не прямолинейно, а как бы волнообразно. Астроном Бессель открыл, что что-то должно влиять на орбиту этого Сириуса. Астрономы назвали невидимое нечто Сириус Бе. И только в 1862 году американский астроном Кларк открыл предполагаемый Сириус Бе. Он и правда крошечный. Его диаметр 41 тысяча километров. Но одновременно с этим у Сириуса Бе чрезвычайно большая плотность. Он является тем, что астрономы называют «белым карликом». Несмотря на крохотные размеры, у него такая же масса, как у нашего Солнца. Из-за своей неслыханной силы тяжести Сириус Бе воздействует на траекторию более яркого Сириуса А. Именно это воздействие и было причиной колебаний параметров орбиты, открытых астрономам Бесселем. Сириус А — это звезда первой величины в созвездии Большого Пса. Сириус А находится на удалении 8,5 световых лет от нашей Солнечной системы и является самой яркой звездой на небе. Сириус Бе, напротив, невооруженным глазом, вообще не видим. Его можно обнаружить только при помощи очень сильного телескопа. Каким же образом удалось неграм племени Дагонов узнать что-то о невидимой звезде? Они ведь никогда не могли ее видеть. Сириус А, главная звезда, обходит белого карлика Сириус Бе вокруг общего центра тяжести один раз через каждые 50 лет. А каждые 50 лет, вы помните, негры Дагоны отмечают свой праздник Зигуи в честь завершения орбиты. Негры Дагоны говорили, что их невидимая звезда совсем крошечная и сравнивали ее с самым маленьким зерном злаков. Но одновременно говорили, что она чрезвычайно тяжелая. И то, и другое верно. Только негры Дагоны не могли об этом ничего знать. Мы установили эти данные только в нашем столетии. Нашей современной астрономии неизвестно, есть ли вообще планеты в системе Сириуса. Негры Дагоны, напротив, говорят о планете Сапожник и планете Женщин. И все это они якобы узнали от своего бога по имени Номо. Согласно мифологии негров-дагонов, бог Номо спустился с облаков в корзиноподобном аппарате. Негры говорят, что корзина спустилась с грохотом, похожим на гром. Вихрем был поднят песок, сила удара разрыла землю. Это было, как пламя, говорят негры, которое потухло, как только Номо коснулся земли. Потом, как говорится в предании Дагонов, на землю была спущена лестница с десятью ступеньками, от шестой ступеньки вела дверь к восьми коморкам внутреннего помещения. Описание подходит к внеземной команде. Но зачем, я спрашиваю пришельцам, понадобилось передавать Дагонам знания о звездной системе Сириуса? Вероятно, для того, чтобы озадачить последующее поколение. Следовательно, эллипс Зимбабве, я возвращаюсь к этому, был ничем иным, как воплощенный в камне моделью звездной системы Сириуса. И не символизировала ли мощная тяжелая каменная башня внутри эллиптической стены ничто иное, как тяжелый Сириус-Б? Не показывают ли необъяснимые остатки каменной стены внутри Большого Эллипса расположение планеты Сапожник и планеты Женщин? Не означает ли параллельная стена, которая проходит внутри Эллипса на протяжении доброй его трети, путь другой планеты в системе Сириуса? С уверенностью можно сказать только то, что эллипс каменной стены Зимбабве не мог служить оборонительным целям. И в сооружении мощной конической башни без входов и ступеней не видно рационального смысла. То же самое относится к параллельной стене, а также к другим небольшим эллиптическим стеночкам внутри Большого Эллипса. Восемь скульптур птиц, найденных в Акрополе Зимбабве, имеют большое сходство со священным ибисом египетского бога Гора, который первоначально был богом небесным. И что интересно, самый старый египетский календарь был именно календарем Сириуса. И Исида, египетская богиня, изначально была богиней Сириуса. До настоящего времени неизвестно, когда построили Зимбабве. Руины кажутся не имеющими истории. Неизвестно также, когда и откуда пришло в Мали племя догонов. Поклонялись ли предки людей, живущих здесь, на территории нынешнего Зимбабве, своему богу Сириуса, как делали это египтяне на этом же континенте? Кто увековечил модель системы Сириуса в камне? И зачем? Чтобы люди когда-нибудь в будущем прозрели? Всегда и везде религиозные мотивы вдохновляли людей на величайшие свершения. Именно из религиозных побуждений возникли по всему земному шару мегалитовые храмы и пирамиды, прекрасные арабские мечети и христианские соборы. Все эти объекты гордости человечества. Инки и Майя по ту сторону Атлантики строили свои ступенчатые пирамиды во славу своих богов. И беднейшие из бедных собирали во всем мире украшения и драгоценные камни тоже для каких-нибудь богов. Кроме поразительного совпадения между моделью Сириуса, негров-дагонов, Мали и выложенным из камня сооружением в Зимбабве, у меня больше нет ничего, чем мог бы я подкрепить свою мысленную прямую связь между ними. Я предполагаю, что черные строители Зимбабве были к своему богу Номмо еще ближе, чем негры-дагоны республики Мали. В память о происхождении своего бога и о его звездной родине они построили модель, а именно модель системы Сириуса. Они взвалили на себя этот чудовищный труд в религиозном усердии, чтобы выразить таким образом надежду на возвращение тех учителей. А может быть, они хотели, запечатленной в камне моделью, сигнализировать своему звездному богу, «Мы здесь живем! Мы ждем тебя здесь!» До тех пор, пока мы не найдем вразумительный повод для сооружения Зимбабве, пока не будем знать, зачем народ построил бессмысленный эллипс из камня и поставил там внутри совершенно бесполезную, закрытую башню, пока у нас не будет хотя бы малейшего представления, что означает в Зимбабве параллельная стена и для чего были нужны другие небольшие эллиптические стеночки, до тех пор мы не должны отбрасывать новые мысли. Ведь только фантазия, только воображение делают новые открытия.